Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Димон и Пумба, и это второй выпуск в поисках маток в Карелии. В этот раз мы поймали еще больше интересных видов муравьев, так что досмотрите ролик до конца. Поехали! На третий день пребывания в Сартовале мы отправились на остров Валаан. Это уголок прекрасной природы, едва тронутой рукой человека. Снимать там, к сожалению, нам запретили. Однако мы поймали там несколько интересных муравьев. Одним из них была матка формики фуски, или какого-то другого схожего вида, но тогда я ее определил как формика фуска. Под рукой у меня оказалась только коробка для лекарств. Туда я эту матку и положил, и надеялся, что до вечера с ней будет все хорошо. И вот вечер, мы уже в номере, давайте посмотрим, что с ней случилось. Друзья, вечер третьего дня. Я, как видите, загорел или обгорел, я уж не знаю, что правильно тут подберите в комментариях. Вот это я сегодня поймал. И нет, это не лекарство от горла, я не заболел, со мной все нормально. Здесь сидит матка, потому что Димон, как всегда, не набрал нужное количество пробирок, и пришлось ловить во что есть. Поймал я матку формики фуски. Вот, конечно, на монтаже подставлю ее уже, если сниму, потом подсниму. Бегала она по стене, в монастырях внезапно. Мы сегодня были на Валаме. И, ну, там была обзорная экскурсия, в общем-то. Я, как всегда, и везде, собственно, на всех экскурсиях, меня интересовало больше, что творится у меня под ногами, чем на уровне глаз. Вот. Ну, и вот результатом сегодняшнего дня стала вот эта матка. Таблетки мы пересыпали там в другую, ну, просто вытащили их из коробочки, и я вот еще дополнительной резинкой ее перетянул, потому что у нее, как видите, здесь вот, ну, вот эта штука может открыться. И мы матку довезли, она живая, вот я только что к ней заглядывал, бегает, все с ней хорошо. Хорошо. Значит, будем пытаться ее куда-нибудь пересадить, у меня нет пробирок, я сейчас без понятия, куда ее посажу, на самом-то деле. Вот. Посмотрим, поспрашиваем на рецепшене, как это обычно бывает. Всегда обычно что-нибудь приносят, какую-нибудь соусницу, какой-нибудь флакончик там и так далее. Добрые люди всегда везде есть, так что не стесняйтесь обращаться, объясните вашу ситуацию. Вот сейчас мы, собственно, пойдем, и я чуть попозже уже сниму, что мне дали, собственно, и во что я эту матку пересадил. Вата у меня есть, вода у меня чистая есть, осталось найти емкость. Вот. Поэтому ищем емкость, потому как эту матку я хочу забрать, она вроде как гораздо легче поднимается, чем та же в форме коруфа. И ее все есть шансы поднять колонию, и если даже не себе оставить, то кому-нибудь подарить, потому что всегда найдется у нас человек, которому это будет интересно. У нас на юге формики фуски тоже нет, так что я думаю, что даже если она мне не пригодится, обязательно пригодится кому-нибудь еще из моих друзей и товарищей и так далее. Так что пойдем искать емкость и встретимся уже совсем скоро. Друзья, мы нашли контейнер, вот, наконец-то, и сейчас я вам покажу, как в таких полевых условиях, без практически никаких инструментов, создать такой походный инкубатор, скажем так. Мы раздобыли вот такой вот контейнер с крышечкой, я сюда уже залил воды, чтобы уложить вот эту ватку. Ну, ватку я взял, да, ватку я взял, но вместо нее можно использовать туалетную бумагу, вообще без проблем. Шишки для антуража. Вот у нас матка здесь сидит, я надеюсь, сейчас мы ее аккуратненько пересадим. Я надеюсь, без... А, впрочем, да, я сниму сейчас резиночку. Сначала подготовим инкубатор, я кладу на дно контейнера вату, достаточно большую, чтобы влажность сохранялась в контейнере длительное время. Чуть-чуть увлажняю водой. Вот, все, инкубатор готов. Он в нем, не знаю, насколько будет комфортно матке откладывать яйца, но до дома она точно в нем дотянет, и это хорошо. Дома уже ей будут созданы гораздо более приемлемые условия. Так, сейчас хочу вам показать, если смогу, конечно. Да, матка там внизу, прекрасно, можем открыть контейнер. А, вот она выбежала. Матка крылатая, я не знаю, насколько она оплодотворена, но она бежала прямо вот далеко от муравейника. Небольшая, так, тихо. Надо так, чтобы она не этот... Очень быстрая матка. Ну, формики, конечно, очень резвые. Давай закроем. Аккуратненько. Закроем и покажем нашу формику. Она полностью темная, полностью черная, можно даже сказать. Поэтому предполагаю, что это формика фуска. Сбоку, да? Во. Формика фуска, предполагаю, она меньше. Меньше руфы. Прям такая небольшая маточка. Ну, в общем-то, фуска никогда не выделялась большими размерами. Ну, очень прикольная такая, быстрая, естественно. А, она, видимо, пьет воду из ватки, поэтому притаилась, и мы ее можем чуть-чуть снять. Вот такая у нас накладка. И, да, вот она сразу начала бегать, резвиться. Ну-ка, отдали камеру чуть-чуть. Расскажу вот еще о чем. Так она у нас будет существовать, пока мы здесь живем. А когда мы поедем, я напихаю в инкубатор... То есть я вот так со мной туалетную бумагу вот так вот перемну. Вот так вот ее раздраконю, если так можно выразиться. И напихаю, чтобы, а, вот эта ватка мокрая, не дай бог, не отлепилась от дна и не начала швыряться по банке и не придавила бы матку. И, б, чтобы матка в ней себя нашла какой-нибудь там внутри укромный уголок и чувствовала себя более комфортно в течение, в общем-то, транспортировки. Ехать мы будем целые сутки, так что хорошо бы, если бы матка чувствовала себя как можно комфортнее. Все, вот так вот в полевых условиях из коричневой субстанции и палок мы создали более-менее нормальные подходящие условия. Вот матка уже тут зашкерилась, в принципе, уже успокоилась, сидит. Мы ее сейчас поставим в темное место. И, в общем-то, вот так третий день у нас прошел достаточно успешно. Сейчас еще покажем вам, как чувствует себя, собственно, лептоторокс Ацерворум, матка с расплодом, которую мы поймали вчера. Всем привет! Утро предпоследнего дня в Карелии. Мы идем в последнее в Карелии путешествие, потому как завтра нам уже нужно будет выезжать, собирать вещи. И мы, может быть, сходим и скупаемся на озеро Янис-Иярови. Я смог это выговорить с первого раза. Вот, но в леса мы уже вряд ли пойдем. Сегодня идем за одним интересным мхом, который мои коллеги вчера наблюдали, но я был занят больше съемкой формик, так что не смог его лично собрать. Ну и посмотрим, может быть, какие-то муравьи интересные попадутся по дороге. Я вчера видел геркулянусов, но не здесь, а мы ездили на Валаам, на остров, и там я их видел. Странно, что их здесь нету, в этом лесу. Если мы их найдем, будет прям супер-мега круто. Ну и, может быть, еще что-нибудь интересненькое откопаем. В общем, подключимся, когда найдем что-то стоящее камеры. Так, ну вот мы идем тут возле речки лесной. Вот такой достаточно дикий лес, но здесь есть тропинка небольшая. И нашел небольшое брезнышко, оно уже очень старое. Здесь, видимо, был муравей, я на него случайно наступил. И вот посмотрите, здесь куча мермиков выбежала. Прямо действительно много. Видимо, здесь был вход или еще что-то. Я сейчас постараюсь небольшую штучку отковырять. Здесь что-то будет, сейчас посмотрим. Так, нет, здесь ничего нет, но, видимо, у них здесь вот муравейник где-то. Вот они прям везде тут лазят. Ну, идем, в общем, дальше сюда в лес. Надеюсь, найти каких-нибудь кампов, может быть. Ну, и что-нибудь еще. Так, друзья, ну мы шли. Я еще вот это бревно хочу посмотреть, оно достаточно перспективное. Ну, смотрите, что мы тут нашли. Значит, старое тоже, что это, береза или осина? Не знаю, в общем, вот такую дырку увидел внутри. И подумал, ну, наверное, компонотусы. Но внезапно, ребята, тут живет формиков узко. Посмотрите, а вот они выносят, значит, частички грунта, точнее, в данном случае частички дерева. Устроили в дереве вот муравейник. Первый раз такое вижу, честное слово. Сейчас попробую их так подснять. Вот они. Очень интересно. Тут уже много... Давай, фокусируйся. Много вынесенного грунта, значит, муравейник большой. Я не знаю, наверное, тут бессмысленно что-то попытаться подковыривать. Вот. Ну, я попробую. Вот так. Здесь ничего нет. Я надеюсь, я их не сильно побеспокою таким образом. Да, ну, здесь вряд ли получится что-то расковырять дельное, потому как дерево еще не очень старое. Вот они испугались, забежали. Вот. Такая вот интересная находка. Маток здесь нету, но все равно для вашего внимания, мне кажется, это заслуживает. Продолжаем. Друзья, наконец-то. Наконец-то что-то стоящее. Посмотрите, я перевернул камень. И тут прям много маток мирмик сразу оказалось. То ничего-ничего, а тут много. Я их не буду ловить. Вот. Просто поснимаю. Но тут их раз. Я видел три матки, как минимум. Вот одна бегает тут. Так, здесь посмотрим. Вот еще одна бегает, вы видите, крупная. Прямо многоматочная колония сидела вот под таким камнем на обочине лесной дороги. Ну, здорово. Наконец-то хоть нашел что-нибудь интересное. Я их, повторюсь, не буду собирать, но номинально я их поймал. Вот. Так что в копилочку мне ачивка найти маток мирмик, да еще и столько разом в мою копилку уходит. Вот тут куча расплодов. Я их не буду закрывать. Сейчас их всех передавлю, конечно, если это сделаю. Вот. Ну, круто. Я уже думал ни одной матки. Вот, смотрите, их тут сразу три. То есть их тут, блин, их тут раз, два, три, четыре я вижу на камне. Вот четвертая. Вон там пятая, шестая бегали. Супер круто. Вау. Ну вот. Уже. Уже что-то. Опять же, не знаю, что за вид. Ну, их там сложно очень определять. Привередливый муравей размножается вроде неплохо, но мне он никак не интересен. Вот. Так что брать его не вижу смысла особого. Вот. Пусть живут. Полегинны, как видите. Такие дела. Продолжаем. Может быть, найдем сегодня компонотусов. Я очень на них надеюсь. Хотелось бы найти геркулианусов каких-нибудь интересных. Но уже день вот проведен не зря. Оставляем их так. Завтра, может быть, вернусь сюда и этот камешек закрою. В любом случае, они туда смоются в свою дырку и сильного вреда я им не нанесу. Такой вот мох нашел интересный. Больше нигде его не видел. Вот целый лес обходил за день. Такого не видел. Я не сильно в них разбираюсь пока. Только начал погружаться в тематику мхов. Но можете подсказать мне в комментариях, если кто-то сведует в таких вопросах. Что это за мох такой интересный? Кстати, вот посмотрите, листочек земляники. Она тут повсюду растет. А может и не земляники, но очень сильно похож. По крайней мере, землянику мы увидели. Точнее, ее родственницу, другую. Ягоду. Вот. Ну, мы сейчас собираем мух. Чуть-чуть. Как англоязычные маховеды говорят. Апачев мос. И пойдем дальше. Все-таки основная цель у нас муравьи. Но я так параллельно, если замечаю что-то интересное в хов, то я обязательно собираю для своих будущих террариумов, полюдариумов и так далее. Потому как у нас в Ростовской области их не сильно много. А здесь их просто нереальное количество различных интересных мхов. И вот мы их собираем. Текс. Ну, как и обещал, покажу, что происходит у Лептоторакса. А у нее уже, как видите, первый рабочий. Но это неудивительно. Одна из куколок, которую я взял из второго гнезда, который мы нашли, она была уже темная. И видно было, что рабочий должен родиться уже со дня на день. И, в общем-то, там несколько еще куколок и несколько личинок лежит. И первый помощник у нее уже есть. Это суперздорово. Матки будут гораздо легче. То есть это прям очень хороший старт для новой колонии. За нее я вообще не беспокоюсь. Она, естественно, доедет в нормальном состоянии. Лептоторакса не такие уж и стрессоустойчивые. Они, наоборот, стрессоустойчивые. Заговариваюсь к концу дня. Вот. И у нее уже есть первые работяги. Что здорово. Они почему-то сюда залезли сейчас. Вот. Вот такая вот колония лептоторакса у нас появилась. Говорят, еще здесь есть несколько интересных видов, которые стоит поискать. Давай. Так, положу. Чтобы был фокус. Чтобы был фокус. Вот. Несколько интересных видов, говорят, здесь есть, которые стоит поискать. У нас еще два дня осталось. Наши экспедиции по Карелии. После чего мы поедем уже в Санкт-Петербург, где муравьев уже вряд ли будет столько много интересных в городе. Вот. Так что, надеюсь, за два дня что-нибудь интересненькое еще найдем. В любом случае, я уже очень доволен этой поездкой. Поймали все, что мне было интересно. Сняли все, что мне было нужно. И, в общем-то, скоро на канале, точнее, когда вы это уже смотрите, уже получается и сейчас, будет много интересного контента об этих муравьях. Такие дела, третий день, считаю, удачно завершенными. Мы тут вышли на озеро, а тут лебедь приплыл внезапно. Редко такое встретишь. Что-то он там кушает, наверное. Наверное, я нашел что-то вкусненькое рыбку какую-нибудь, может быть, или что-нибудь еще такое. Красивая птица, правда. Близко, к сожалению, не подплывает к людям. Очень интересно. Мы идем туда. Туда. Опять небо сломалось. Идем вдоль леса, в общем. И будем показывать вам, что интересненького будем находить. Так, ну не доходя вот до того камня, недалеко... Вот, посмотрите, здесь куча мермик бегает. И нашли они кого-то, червячка какого-то нашли. И вот тащат в гнездо. Здесь такая влажная почва. Немножко даже возросли. Вот здесь выросла на ней, на обочине. Вот, и они, соответственно, его тащат в гнездо. Вот, достаточно много их здесь. Прям вот хорошо они активно так фуражируют. Рабочих много бегает. Активные они. Вот, так что я надеюсь, они компенсируют этим червячком небольшое беспокойство, которое я им принес. Кстати, вот смотрите, какая-то интересная штука тут сидит на листе. Давай-ка сфокусируемся. Похоже на наездник. Ну да ладно, продолжаем. В принципе, у нас дорога еще дальняя. Идем туда и смотрим, что там получится найти. Друзья, ну сегодня прям день мермик какой-то. Посмотрите, еще одно гнездо. Достаточно большое тоже. Честно говоря, я пока не наблюдаю тут маток. В бревне. Ну, очень много расплода. Прям целые горы куколок. Вот, конечно, карельское биоразнообразие похуже будет, чем у нас на юге. Мермики прям очень много. Но кроме мермики хотелось бы, конечно, еще чего-нибудь забрать интересного. Ну, что есть, то есть. Вот здесь маток. Да, здесь маток я не вижу. Тоже достаточно большая колония. Ее мы аккуратно завернем, потому что она была под вот такой вот корой. Все. Ну, там частичка отварилась, к сожалению, коры. Вот такой лес. Здесь красивый. Куча черники. Лес преимущественно хвойный, конечно. Но березы тоже встречаются. Вот, идем по дорожке. Вот туда. И смотрим, что есть по обочинам. Вышли на берег озера. Красота. Штиль. Ну, в общем-то, он тут практически всегда штиль. Потому как на озере сильной ряби не бывает. Ну, конечно, ветерок подует, вода немножко взбаламутится. Ну, вот, идем. Небо опять умерло. Классическая проблема этого телефона. Вот. Идем дальше в лес. Вот там будет где-то вот там. Мы, значит, зайдем опять в лес и обойдем мыс и посмотрим. Там более дикий массив начинается. И, надеюсь, там что-нибудь интересненькое мы найдем. Вот. Комары достают просто невероятно жутко. Особенно вечером. Мы все забрызгались и все равно они летят. Голодные, видать, слишком сильно. Ну, нас это не останавливает. Продвигаемся дальше в поисках маток. Друзья, двойная удача. Очередной камень и очередной достаточно внушительный муравейник-мирник. Так, посмотрите, сколько их здесь. Очень много камер с расплодом. Опять же, не вижу здесь матку. Ну, вы можете попытаться найти возможных маток в комментариях на видео и предоставить нам тайм-код. Но я так пока записываю, я, честно говоря, не очень вижу. Но муравейник прям большой. Может быть, даже это один и тот же. Вот они тут пытаются спасать, значит, свой расплод. Вот, кстати, по-моему, маточные куколки. Меня не подводит зрение, а оно может подвести вообще-то, потому что тут плохое освещение. Камера не очень фокусится, не очень хорошо снимает. Ну, это, ну, как бы такая классическая проблема плохого освещения при съемке. Вот, ну, большой здесь был камень такой. Мы его перевернули. Я его не буду обратно переворачивать. Завтра приду и переверну, потому что мы сейчас всех здесь подавим. Мне много раз пишут в комментарии, что, мол, ты не переворачиваешь камни обратно. Ну, это как бы очевидно, потому что если я его сейчас переверну, то все вот эти муравьи и весь вот этот расплод, они автоматически раздавят с этим камнем. А так, поскольку мы знаем эти места и знаем этот парк, и в нем уже гуляем не первый день, то завтра мы сюда придем, и я этот камешек, так же, как и тот, который мы перевернули до этого, я его благополучно отверну обратно, и мирмики останутся целые, и волки останутся сытые. Ну что, мы постепенно возвращаемся домой. Мы нашли сегодня много мирмиков, и, в принципе, все. Кампонотусов найти, к сожалению, не удалось. Не знаю, с чем это связано. Опять же, может быть, их здесь вообще, в принципе, никогда не было и нет, что, ну, возможно, но что есть, так и есть. Карелия все-таки не самый южный регион, и здесь, конечно, видов муравьев водится не очень много, но мы, безусловно, нашли много интереснейших видов, которых у нас на юге вообще не встречается, не обитает, что очень здорово, как по мне. Вот, и увезли с собой, безусловно, две интересных матки, формику фуску и лептоторакца церворум, что уже здорово, как по мне. И, конечно, записали для вас много классного контента. В принципе, скорее всего, больше в поисках маток из Карелии не будет. То есть это последний выпуск, потому как завтра мы уже уезжаем, и, в принципе, все. Так что, я надеюсь, вам понравилось все, что мы для вас отсняли, очень старались сделать для вас качественный контент. Так что подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну, а с вами был Димон и Пумба, прямиком из Карелии. Всем пока. Ну что, сейчас 12 часов ночи. Ощущается на 7 вечера. Конечно, на юге такого я ни разу не встречал, да и не встречу, естественно, в жизнь. Вот такие вот у нас белые ночи в Карелии в начале июля. Конечно, удивительно просто уже. Вроде бы как надо спать, но спать не хочется, потому что обычно вроде как привык, что темно, а тут вот такое. Да, удивительно просто, но придется все-таки поспать сегодня, чтобы завтра с новыми силами двинуться на поиски формик, в первую очередь, ну и всех остальных муравьев, конечно же. Такая вот ночь в Карелии. Продолжение следует...